Всем привет, друзья, с вами Лаймстоун, и сегодня нам с вами предстоит создать летающую деревню. И вы, наверное, сразу спросите, зачем, почему? А всё достаточно просто, ребят, дело в том, что я нашёл себе новую работу, и теперь я работаю коллектором. А эта деревня задолжала много денег, и поэтому руководство банка потребовало от меня её изъять. В смысле изъять? Кто тебе сказал, что мы позволим тебе стырить нашу деревню? Эм, ну, к счастью, я пришёл на разборки не один. Знакомьтесь, это мой друг, дружелюбный Эндермен Эндербро. Дружелюбный? Да, ко всем, кроме тех, кто мне не нравится. Эндербро, вали их! Мы должны изъять их деревню за долги! Первый пошёл, второй пошёл, третий пошёл. Всё, хорош. И теперь, когда нам никто не может помешать, мы можем приступить к изъятию деревни. Ну, а перед этим стоит протестировать технологию, которая предоставляет такие возможности, иначе что-то пойдёт не так, и нам капец. Поэтому сейчас этот дом мы переоборудуем в летающую базу. Для этого нам всего-то нужно немножко прокопать под домом, чтобы он ни с чем не соприкасался, и воспользоваться вот этими предметами из мода Валькириан Скайс. Первым делом, конечно, нужно расставить воздушные шары, причём желательно в несколько слоёв. И уже после выполнения этой задачи можно расставлять все прочие прибамбасы. Для начала поставим руль для управления, и далее разместим вот такой вот двигатель. После этого в двигатель загружаем уголь, и вот, пожалуйста, мы спокойно можем ехать, причём с большой скоростью. И подъехать я, конечно, имею в виду лететь. Итак, шифт правой кнопкой мыши, и давайте соберём этот корабль. Ну и теперь всё, я спокойно могу лететь куда захочу. Ребята, это просто обалденно, эндербро, извини, если ударил тебя об голову. О, боже мой, как же это обалденно! Я могу спокойно поворачивать вперёд, назад, влево, вправо, вообще куда захочу. Могу спокойно и подниматься, и опускаться. Вот, давайте я сейчас попробую как-нибудь опуститься. О, пожалуйста, всё работает. Могу развернуться. Ребята, это просто обалденная тема. Особенно всё это круто смотрится от третьего лица, и я думаю, что с такими технологиями мы точно перевезём деревню, куда нам нужно. Кстати говоря, я думаю, было бы неплохо взять попутчика. Давайте-ка я разверну этот дом и попытаюсь его посадить примерно так же, как он стоял, чтобы направление соблюдалось, чтобы у нас ничего не сломалось и никуда не выпало. И так, по идее, мы достаточно низко спустились, поэтому теперь я могу спокойно нажать Shift, и давайте попробуем просто взять и сделать Disassemble. И, хоть и не с первого раза, но, к счастью, нам удалось припарковаться. Единственное, что у нас развернулись некоторые ступеньки, но зато теперь мы спокойно можем взять себе попутчика. И так, я немножко изменил положение руля, чтобы можно было легко выходить, и теперь с нами на борту житель Серёга. Ты долбанный псих, выпусти меня! Нет, Серёга, ты отправляешься со мной. Итак, давайте поедем, ещё раз делаем Assemble, и всё, пожалуйста, Серёга, мы с тобой погнали. Только надо сесть за руль, и вот, пожалуйста, постарайся не выпасть только Серёга. Сейчас мы с тобой полетим с большой скоростью навстречу приключениям. И да, Серёгу, конечно, немного относит. Я всё боюсь, что он упадёт. Ну-ка, давайте попробуем разогнаться. Интересно, останется ли он внутри. Вроде как да, вроде как ему везёт, и кажется, всё с ним в порядке. И это хорошо, это меня радует, значит, мы с ним сможем спокойно прилететь в банк. Осталось только вспомнить, в какой он стороне. Но ладно, к счастью, этот дом нам не нужно отвозить. В принципе, не настолько много жителей задолжали, чтобы я отбирал аж этот дом. Поэтому можно спокойно отсюда выбраться. Итак, делаем Disassemble. Сейчас он сможет, да, что-то немножко поломаться. Серёга, ты свободен. Кстати говоря, как мы приземлились? Приземлились мы просто идеально. Итак, примерно вот такой кусок деревни нам нужно отвезти в банк. Чувак, выпусти нас, мы обещаем, мы всё вернём. Эээ, нет уж, ребят, это вы будете договариваться с руководством банка. Моя задача вас к нему отвезти. Итак, нажимаем Assemble, собираем наш корабль и отправляемся в путь, дорогу. О, ребята, это будет непростое приключение. Давайте попробуем сделать всё аккуратно. Дело в том, что у нас тут есть коровки, свинки, вообще много всего. Жители, даже Эндербро с нами. Итак, очень-очень аккуратно поднимаемся вверх и летим вперёд. Тихо, тихо-тихо, спокойно. Главное, чтобы все не выпали сразу куда-то. Кстати говоря, интересно, если я прям сильно развернусь, упадут ли жители? Ну-ка, давайте посмотрим. И, ну, кажется, они примерно возвращаются на то же место. И, блин, мы, кажется, зацепились за какую-то деревяшку. Ладно, всё, поехали. И да, жители, видимо, не выпадут, так что всё будет нормально. Я решил немножко для веселья тут покружиться. И я всё боюсь, что я зацеплюсь либо за гору, либо вон за то дерево. Поэтому давайте-ка немножко остановимся и отъедем чуть назад. Кстати говоря, сзади это смотрится ничуть не хуже. Посмотрите, какие я могу делать повороты. Вот такие. И вот такие. Так, сможем ли мы преодолеть эту гору? Поднимаемся, поднимаемся. Блин, кажется, кажется, я зацепился. Нееет! Все упали и умерли. Или нет, или да. А, ну да, кто-то, кто-то у нас выпал. Ладно, Эндербро сказал, он сам потом доставит этих парней в банк. А мы пока что отвезём всё, что осталось. Вообще, ребят, у меня странное ощущение. Потому что я никогда в жизни не занимался ничем подобным. Я просто беру и лечу куда-то на деревне. На просто гигантской деревне. Ну что это такое? Вот как, как, почему, зачем? Это очень странно. И если я правильно помню координаты, то деревню нужно припарковать где-то примерно вот здесь. Давайте-ка я отсюда посмотрю. И да, кстати говоря, когда я сажусь на шифт, то я не могу ходить по нашему прекрасному летающему кораблю. Поэтому приходится быть очень-очень осторожным на краях. Да, в целом где-то здесь. Так что давайте будем потихоньку приземляться. Так, аккуратненько. Ниже. Ниже, я говорю. Ниже. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Чуть назад. Чуть-чуть вперёд. Давай, снижаемся, снижаемся, снижаемся. Сейчас должно всё быть хорошо. Там у нас где-то сбоку житель, ему тоже не совсем кайфово. Спокойно. И кажется, 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 получается. Всё. Да, пожалуйста, ребята, осталось только немножко снизиться. И мы на месте. Есть. Отлично. Всё прекрасно. Теперь мы можем отсюда выйти. И... О, нет-нет-нет, я немножко, немножко всё испортил. Ладно, давайте снова. Итак. Ага. Всё, пожалуйста. И дизассембл. И теперь... Ну, да, пара курочек проводилась под землю и погибла. Но зато всех остальных мы привезли. То есть, пожалуйста... Да, Эндерпро должен привезти пару тех жителей. Этот житель, в принципе, уже доставлен. У нас, по-моему, ещё были железные големы. Но они были необязательные. Так, опционально было их привезти. Так что, в принципе, мне кажется, у нас всё вполне себе получилось. И вы только посмотрите на это. Какая всё-таки красота. Ребята, так можно с собой возить целый гигантский дом. И, кстати говоря, напишите в комментариях, хотели ли бы вы прохождение с этим модом. Чтобы я, например, заимел себе какой-нибудь гигантский дирижабль. Или, может быть, тоже что-то типа деревни или какого-то данжа. И мы с вами полетали по миру. Может быть, с ещё какими-то модами. В принципе, пишите свои идеи. Мне будет очень интересно почитать. И так. Кусок деревни мы вытащили. Но это отнюдь ещё не все задачи на сегодня. Дело в том, что я хотел протестировать один механизм, который я подсмотрел в интернете. Который можно сделать с данным модом. И суть его состоит в том, что это просто вот такая вот небольшая летающая платформа, которая будет стрелять динамитом. Да, пожалуйста, у нас тут есть два раздатчика. Здесь у нас как раз тот самый блок, наша печечка, которая будет жечь угольные блоки. Позволять нам гораздо быстрее двигаться. И тут у нас есть вот эти два прекрасных наблюдателя. И суть в том, что как только я нажму вот на этот рычаг, то два липких поршня пододвинут эти два наблюдателя к вот этим наблюдателям. И они будут взаимно обновляться. Из-за чего будет поступать переменный редстоун сигнал вот в эти раздатчики. И пока что мы это проверим без динамита. Итак, пробуем. И если я правильно понимаю, да, ребят, всё, это прекрасно работает. И в полёте, я вас уверяю, это тоже будет работать. И суть его состоит в том, что это просто вот такая вот небольшая летающая платформа, которая будет стрелять динамитом. Да, пожалуйста, у нас тут есть два раздатчика. Здесь у нас как раз тот самый блок, наша печечка, которая будет жечь угольные блоки. Позволять нам гораздо быстрее двигаться. И тут у нас есть вот эти два прекрасных наблюдателя. Итак, я загрузил динамитом наш импровизированный бомбардировщик. Поэтому давайте мы его соберём. У нас, конечно, может выпасть немножко редстоуна. Но я, как вы видите, был к этому готов. И давайте посмотрим, выпало ли тут. Да, к сожалению, одна штучка упала. Но это всё можно очень быстро пофиксить. Итак, садимся теперь за штурвал. И всё, что нам нужно, это куда-то полететь. Ребята, эта штука работает. Восхитительно. Но теперь что нам нужно делать для того, чтобы начать бомбу метания? Мне просто нужно развернуть своё лицо и нажать на рычаг. И, ребят, бомбы пошли. Кстати говоря, зря я, конечно, начал это делать над деревней. И, да, да, да. Часть деревни мы всё-таки уничтожили. Кстати говоря, тут, конечно, надо быть очень аккуратным. Потому что, как вы видите, иногда динамит может лететь не совсем туда, куда нам хочется. Он как-то по инерции порой подлетает вверх. Но, в принципе, всё работает. Он всё взрывает. Вот единственное, что... Главное, чтобы нас не зацепило. А в остальном прекрасно. Можете летать, где вам хочется. И бомбить всех тех, кто вам сильно не нравится. Например, давайте, раз уж мы начали бомбить, то давайте, ну, хотя бы немножко куда-нибудь, может, на свинок. И, кстати говоря, вот этот дом я зря начал бомбить. В принципе, на нём тоже можно было полетать. Но, в целом, получилось, на мой взгляд, неплохо. Давайте отключим эту систему. И, кстати говоря, по-моему, у нас как раз закончилось оружие. У нас полностью иссяк динамит. Итак, мы поняли, что динамит работает. Но, ребят, смотрите, нам надо проверить ещё кое-что. Я сделал вот такую схему. У нас будет отсюда выходить редстоун. И вот эти вот наблюдатели будут, если что, если редстоун будет меняться, посылать сигнал вот сюда. Вот в эти раздатчики, которые будут стрелять огненными зарядами. И, ребят, у меня есть несколько мишеней. А именно вот этих вот шерстяных сфер, в которые мы с вами попробуем попасть. Итак, давайте попробуем подлететь немножко поближе. В принципе, как-то, наверное, отсюда можно даже прицелиться. Вот если сейчас чуть-чуть повыше приподняться, то, скорее всего, я смогу попасть в розовую сферу. Итак, бортовой залп. Огонь! Давай, давай, давай. О, ребята, кажется, кажется, это работает. Да, мы начинаем попадать. Итак, перемещаемся, перемещаемся. Давайте попробуем попасть сразу во все. Обалденно! Ну-ка, тут надо немножко снизиться, мне кажется. Давайте снижаться. И отлично, это работает. Давайте-ка я выключу, чтобы не тратить патроны. И посмотрим, что у нас получилось. Да, мы вообще во все попали. Отлично, давайте попробуем пострелять в зеленую как-то вот отсюда. Сейчас немножко поближе. И огонь! Огонь, огонь, огонь! Отлично! Так, это работает. И немножко, опять же, пониже, пониже, пониже. О, ребята, это работает. Обалденно! Слушайте, я вообще думал, где-нибудь что-нибудь забагует, затормозит, что-нибудь сломается. Но нет, кажется, все работает просто идеально. Давайте попробуем теперь добить, наверное, белую сферу. Расстреляем ее прям вообще в упор. Итак, огонь! Отлично! Ну-ка, ну-ка, обалденно! Слушайте, классно! Давайте попробуем вокруг нее даже полетать. Ну-ка, получится ее, ну, может быть, не целиком сжечь, но более или менее целиком. Там, по-моему, скелет заспавнился из-за темноты. Отлично! Слушайте, как же это круто работает! И, к сожалению, мы сами немножко загорелись. Давайте попробуем все это потушить. Ну-ка, сейчас, тихо, 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 тушимся, тушимся, тушимся. Нельзя гореть! Ребята, у нас проблемы! Вот почему нельзя было строить эту схему, мы начали гореть. Но, кажется, кажется, я все потушил. Да, все, все, мы в порядке, мы живы. Ну, а с фер тем временем, ребят, вообще мало что осталось. То есть, механизм себя полностью оправдал. Конечно же, эту схему можно было бы сильно упростить. Например, можно было бы, например, поставить всего парочку вот таких вот наблюдателей, протянуть просто, допустим, дорожку из редстоуна и эти штуки поставить просто поближе, вот, с двух сторон. И, в принципе, все было бы компактнее, но зато так хотя бы, наверное, ходить как-то проще. Но я не знаю, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете. Может быть, у вас есть какие-то свои идеи, что вы хотите вообще попробовать с этим модом. И, кстати говоря, по-моему, он вообще совместим с модом Create. Вы представляете, что вообще можно сделать, если их вместе собрать? Это же просто обалденно. Можно чем-то стрелять, там есть какие-то пушки, что-то двигать, там поезда, то все, пятое-десятое. В общем, пишите, что вам хотелось в комментариях, и мы обязательно попробуем это сделать. Ну, а тем временем я привожу свое полуразрушенное строение вниз. И сейчас мы будем спускаться. Главное, чтобы голова не сильно закружилась. И вот, пожалуйста, мы приземлились. Отлично. И делаем дизассембл. Как интересно, мы поставимся. И поставимся мы вполне неплохо. Редстоун выпал, как всегда, но в остальном... А, ну еще поршни, к сожалению, поменяли свое направление. Да, ребят, поэтому лучше запоминать то направление, в котором вы строили эту схему, иначе может произойти вот такая вот штука. Ну, а на этом, ребят, мы с Сандербро будем прощаться с вами. В принципе, на сегодня наша работа закончена. Ну, а если вы хотите больше подобных видео, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайк этому видео. На этом уже точно все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, завидите, друзья, оставляйте комментарии. А также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А с вами были Лаймстоун и Эндербро. Всем удачи и всем пока!